Привет, народ! Так вас поставлю. Погода жуткая. Но весна. Это не может не радовать. Я продолжаю начатую серию проблемный ребенок, ожиданий, вес, реальности. Сегодня речь пойдет о недоношенных детях. У меня есть огромный опыт воспитания такого ребенка, так как моя дочь родилась недоношенной в возрасте 28 недель. Это очень немного. Это нет 7 месяцев. И вес был приблизительно 1,5 килограмма. Почему мы не знаем точный вес? Потому что даже не стали взвешивать. По сути дела. Потому что некуда было. И рост был 43 сантиметра. Вот так. Это где-то вот так. Не больше. В России в связи с изменением законодательства, концепции, конвенции, о правах ребенка и так далее, сегодня принято спасать ребенка. Если он предает признаки жизни, то есть у него есть сердцебиение, он хоть как-то реагирует на какие-то рефлексы, значит его надо спасти. Вес спасаемого ребенка равен от 500 грамм. Лучше 600. Раньше, в 20 веке, в 19 веке, таких детей никто не спасал. В конце 20 века только научились это делать. Ведло ведро и акушерка. Пум. И все. Сегодня ситуация изменилась. Спасают и 500 граммовых, и 600. И меньше, наверное, не бывает. Не получается. Ситуация складывается таким образом, что в нашей стране научились этих детей спасать. Для них создали перинатальные центры, реанимации, оснащенные высокотехнологическим оборудованием, с искусственной вентиляцией легких, с микрокопическими какими-то вот системками, которые сейчас вводят, как правило, в руки, в ноги, в голову. Да-да, не удивляйтесь, головы. Все хорошо. Научились этих детей спасать с точки зрения медицины. Но что делать с этими детьми с точки зрения взращивания, роста? Мало кто имеет представление об этом. К сожалению, это так. Потому что только-только вот начинается о том, что да, создадим реабилитационный центр, будем реабилитировать. По сути дела, традиции сталкиваются с этой проблемой вот так. Почему возникает недоношенность? Первая, наверное, самая такая распространенная плетина – это нарушение режима поведения мамой будущей. Стрессы, физическая работа, нагрузки, психоэмоциональный фон, нездоровое питание, экология, в различные факторы, приведшие к тому, что человек употребляет психоактивными веществами. Не буду перечислять, какими. У нас с вами не медицинские формы, у нас с вами просто обсуждение недоношенных детей. Вторая причина – несовместимость плода и матери будущей в плане гормональных сбоев. Такое тоже может быть. Как правило, это генетически передаваемый фактор. И прежде чем задуматься, решение завести ребенка и вообще подумать о том, что будет ваш здоровый ребенок или нет, обратитесь обязательно к генетику, обратитесь к специалистам по эндокринологии, крови, чтобы полностью организм был готов к осознанным родам. Это не вот роды по залету, залетело и так получилось, а именно осознанный ребенок, когда ты хочешь получить осознанный результат. В моем случае это была преклампсия. Такая же ситуация сложилась у моей мамы, но успели спасти меня, и я даже была переношенной, не то что недоношенной. У моей бабушки была тоже самая такая же проблема. То есть это генетически наследуемый фактор по женской линии. Но сегодня есть этапы сохранения детей. В принципе, если бы мне на третьем этапе нормально провели терапию, то возможно, возможно, что ребенок родился бы у меня все-таки доношенным. Все-таки все было бы хорошо. Мало того, что я ждала 4,5 года, так еще вот такая вот случилась ситуация. Еще один фактор, немаловажный фактор, это несовместимость по признакам крови, по внутреннему состоянию. Есть случаи, когда будущий ребенок просто отравляет организм матери. Почему это случается, никто не знает. Причин этому может быть множество. Но, как правило, врачи уже предлагают на таком этапе, на раннем сроке сделать операцию по удалению, так называемый аборт, для того, чтобы спасти жизнь матери. В случае преклампсии обычно там есть этап преклампсии, то есть, когда начинает повышаться давление, резкая боль в животе, мурашки по коже, там мушки перед глазами. Следующий этап эклампсии, отек мозга, судороги и до свидания. Как правило, спасает ребенка, иногда спасает маму. Сейчас научились делать и то, и другое. Отлично. Разобрались с причинами. Ну вот, представим, что есть недоношенный ребенок. Что с ним делать? Хорошо ребенок, если дышит. Отлично. Если не дышит, его сажают на аппарат искусственной вентиляции легких, который позволяет вместо ребенка дышать, самостоятельно производить действие за него. В нашей ситуации 21 день на дыхательном аппарате это достаточно много. Почти месяц реанимации это тоже много. Все это не очень хорошо сказывается на как дыхательной системе, так и на системе кровообращения, ну и, соответственно, головном мозге. Возникает уже на утробе гипоксия, что приводит к органическому поражению головного мозга. Как бы вы не лечили, все равно есть проблемы, они будут. С этим надо как бы немножечко, но не смириться, а во всяком случае принять ту ситуацию, что проблемы будут. Их не может не быть. Поэтому, когда мне говорят, что недоношенные дети талантливые, великолепные, прекрасные, это лучшие дети, это дети ангелы, да, все так. Все верно. Дети, которые увидели, в общем-то, по сути дела, тот свет. Ну, спасли ребенка, привезли его домой 2,5 килограмма в описной вес. Что делать дальше? Какие проблемы, с какими вы столкнетесь или, может быть, уже сталкивались? Первая, самая главная проблема это терморегуляции. Вот таких детей, которые выращивались в вот этих инкубаторах, у них практически отсутствует терморегуляционный механизм, который должен был бы запуститься. Поэтому вы должны первое время ребенка постепенно приучать к окружающей атмосфере. Постепенно. Да, где-то, может быть, перегревать. Но, как говорили бабушки еще там в 20-19 веке, что «Ой, да подумаешь, мы тебя в вате вырастили на печке». Да, действительно, это так делалось. Немногие недоношенные детей укладывали вату на печку. Так было. Второе. Это незрелость. Незрелость органов. Неизвестно, куда запульнет эта недоношенность. Это могут быть легкие бронхолегочные системы, то есть дыхательные системы, пищеварительный тракт, отсутствие необходимых компонентов для нормального пищеварения, опорно-двигательная система в виде дисплазии позвоночных, вот как у меня, например, суставов, вот я и переношенная, но у меня была гипоксия в утробе, видимо, были проблемы. Дисплазия клеток роста, что тоже вероятно всего будет. Следующее, это то, что незрелые органы зрения, зрения, услуга чувствительности. Почему так? Потому что все это зависит от головы. Осложнения возникают в виде детского серебрального паралича в тяжелой, в легкой форме, в любой, он будет. Гипоксия влияет на то, что нехватка кислорода была в мозгу и не дала как следует развиться. мозг не получил достаточно компонентов для своего развития. Увы, ах, это так. В нашем случае не доросла щитовидная железа, поэтому весом мы боремся как только можем и не можем. был поражен орган слуха и частично поражены органы зрения. В плане того, что есть сейчас уже есть в легкой степени миопатия, слабость мышц. Соглас там может уходить куда-то, заглазить немножко, особенно когда задумывается. но это все ерунда. То есть спектр заболеваний, которые может быть, вы можете представлять. Все это еще усугубляется абсолютно незрелым иммунитетом, потому что очень многие дети искусственно бурюсины получают искусственное питание. Не получают, редко получают с молоком матери те необходимые компоненты. Врачу проще не дождаться, пока мама там стезит и привезет. У нас трубочка шприцом питание получено. Методы жестокие, лучше не смотреть. Но опять же медицина пробегается вперед и сейчас уже можно к таким детям в больницу ходить, навещать, посещать, смотреть на то, как над ними. Они не издеваются, а кажется, что издеваются. Как их лечат, как помогают выживать. Все это великолепно. Но есть опять же несколько новых. Правила воспитания недоношенного ребенка. Вообще ребенка ослабленного, который даже развился, даже если родился в сроке, но получились вот такие проблемы, которые выявляются впоследствии. Первое правило любовь. Дети, не получившие материнского тепла в свое время там в утробе, должны получить его от вас, от родителей, от бабушек, от дедушек. У нас часто смеются, почему у вас соня такая ласковая, добрая, нежная. А потому что вот так. Потому что как ручная мармазетка. Потому что первое, что врач сказал, это дайте тепло, дайте ребенку почувствовать тепло, дайте то, чего он не додал, не дополучил. Второе, это борьба с задержкой психического развития. К сожалению, сколько ребенок не досидел, на столько лет он будет отставать. Иногда даже больше. Такие бывают моменты. То есть вы должны всегда помнить о том, что вашему ребенку немножко меньше лет на самом деле. Смотря некоторых блогеров, наблюдают такую интересную картину, они говорят, что нам вообще-то 9, но нам 11. На самом деле им 11, потому что считается рождение ребенка от того момента, как он появился на свет. Очень очень часто получается так, что ребенок какой-то женщина вистерирует, какой-то Саша живее и быстрее, у меня времени нет. Ну, я поликласс. Ребенок ваш хоть и недоношенный немножко или немножко, но он будет сдерживаться в своем развитии обязательно. Ну, такова природа. Человеческий организм очень хитрая штука. он много знает, что сам. Второе правило. Борьба за иммунитет. Вот борьба такая, знаете, вот прям борьба. Солнце, воздух, вода наши лучшие друзья, это не вам не объяснять. Минимум 2-3 часа прогулки в день. Поездки на море. Желательно каждый год, а то и два раза в год. И желательно не на 10 дней, потому что в первые 5 дней идет адаптация, желательно на месяц уезжать. Различные физиопроцедуры, желательно бассейн, желательно и обязательно лечебная физкультура, все это способствует укреплению иммунитета. Свежий воздух, вода, наши лучшие друзья, так говорили еще при ком, при СССР. Причем при ком. Следующее правило номер 3. Эмоции и впечатления. Это относится абсолютно ко всем проблемным детям. Дайте детям эмоции, дайте детям впечатления. Не сидите дома, не говорите, что вы, он больной, что вы, он сейчас в толпе побудет и он заболеет через 5 секунд. Ой, что он такой у нас вообще слабенький в нем. Да, слабенький. Но чем больше вы держите его за пердушки, извините, уж так я урожаюсь, тем хуже для его здоровья, потому что иммунитет должен фармироваться. Именно под влиянием различных факторов. На нашем опте мы переболели всеми болезнями, которые можно было болеть. Нам выстилали красную ковровую дорожку, говорю, опять приехала, привет, ангина, скарлатина, ветрянка два раза. Несмотря на то, что мы делали прививки. Но прививки мы делали отсроченно, то есть только на фоне общего отличного самочувствия, то есть ни насморка, ни кашля, ни слабости, чтобы прям религиортизм был. И тогда прививка проходила без последствий. Четвертое правило. найдите себе хорошего невролога, реабилитолога, частного, потому что государственные сами знаете, они может и есть, но не надо. Педиатра, специалиста по детским болезням, нефролога, на всякий случай, это специалист по почкам, нефролог, уролог, гастроэнтеролог, это чтобы у вас записной книжки были все вот контакты, что если что, вы знаете, кому позвонить, у кого спросить, что делать, или просто приехать и вызвать на консультацию. не верьте ни гомеопатии, ни БАДам, ни ШМАДам, ничего это не поможет, это может только усугубить, только грамотный, медицинский, образованный человек может вам помочь, никакие бабки, которые якобы снимут порчу, или там вправят пупочек, или еще что-то, нет, только медики, я вас умоляю, потому что сейчас доходят до такого, до такой дури уже по-другому, сходи в церковь, и тогда все будет хорошо, сходите, если хочется, но помните о том, что у вас есть список СОС, что если что, то вы знаете, куда ребенка отвезти, у кого спросить, у кого посоветоваться. Самое главное и важное здесь не упустить первые полгода, если вы первые полгода просидите на попе ровно, думая, что ничего с вами не произойдет и ничего не случится, вы ошибаетесь, потому что именно за первые полгода вы должны уже начать помирать костно-мышечную систему, что очень важно, вы должны обратить внимание невролога на развитие нервной системы, не пропустить признаки детского церебрального паралича, будь то гипотонус или гипертонус ног и вообще конечностей и быть на чеку. Курсы реабилитации надо проводить каждые 2-3 месяца, в зависимости от того, какая у вас там ситуация, до 2-х лет. Дальше уже можно сменить специалистов, найти более дешевые варианты. Но у нас приезжал реабилитолог, делал йоговскую гимнастику, я вот у одной мамочки услышала такую фразу, что нельзя давать ребенку почувствовать боль, у него там будет то-то-то. Ребята, вы не знаете, не представляете, как крутили моего ребенка, я сидела на кухне и ревела, меня просто выгоняли из комнаты, крутили не просто так, растягивали мышцы, суставы, связки укрепляли, вот такие движения делали, представляете, там с двухмесячным ребенком вот так. Но сейчас я благодарна этому специалисту, потому что мы смогли сбежать очень многих проблем. Нам пророчили коляску инвалидную, каждые полгода пневмония, одна была за 20 с лишним лет, каждый человек не сможет ни ходить, ни дышать толком, ну и вообще отдайте его нам. Поэтому следующее правило, если вы решились оставить такого ребенка у себя, я говорю цинично, но это так, потому что немногие справляются, к сожалению, не приготовьтесь к тому, что надо иметь кошелек, надо иметь знакомство, надо иметь связи или уметь их налаживать, то есть у других спрашивайте, как у тебя, как у тебя, а где вы этого специалиста нашли, а где вы этого специалиста нашли, потому что государству по большому счету на таких детей плевать. так пришла к нам педиатр первый раз, сегодня на тот момент было уже два с половиной месяца, она пришла и сапога пойду посмотрел, развернул пеленки, в те времена еще детей пеленку держали, не сейчас памперс одевают чуть ли не с первого дня рождения, вздохнула глубоко, но выживет, так выживет, и ушел. Представляете, мое шоковое состояние молодой мамашки, которая мало того, что тут напугали всякими якими, выживет, так выживет. Пятое правило, вы должны найти себе специалиста по психологической реабилитации, вас, и вашего ребенка. Сейчас у меня камера сядет, и будет здорово. Потому что вам нужна психологическая поддержка. Общайтесь с другими, у меня вот этого не было, к сожалению. Общайтесь, перенимайте опыт, сейчас, благо, уже интернет очень хорошо развился. Когда ребенок родился, у меня родился, у меня были только книги по педиатрии, я прикупила, купила книги по инфекционным заболеваниям, по физическому развитию, ну и плюс я биолог, анатомия, физиология. общайтесь, делитесь опытом, но с умом, не прислушивайтесь ко всему подряд, оценивайте. Каждому ребенку подходит что-то индивидуальное, обязательно. Седьмое правило, примите ситуацию такой, какая она есть, не стройте иллюзий, не надевайте вот этих вот этих думая, что завтра у вас будет лучше, чем вчера. Да, оно будет лучше, но если вы приложите к этому массу стараний, снимайте розовые очки, моя матушка до сих пор считает, что у нас супернормальный ребенок, что абсолютно здоровый человек, абсолютно здоровый человек. Как в той поговорке, в общем парень неплохой, только сытый да глухой. То есть то, что человек недослышивает, то, что у человека там есть задержка психического развития, как бы это норма. Вы должны принять, принять ситуацию, вот эту ситуацию недоношенности, что у вас эта ситуация все равно будет складываться, отпечаток накладывать всю жизнь на личность, всегда. Дай бог там к 30, 40, к 50 годам это нивелируется, дай бог, что никто. Но всегда будут какие-то отклонения от нормы. И если сложится та ситуация, что вам будет предложено коррекционное образовательное учреждение, будь то детский сад или школа, несколько раз подумайте о том, что готов ли ваш ребенок идти в массовую школу. или все-таки ваш ребенок нуждается в особом обучении. В этом нет ничего страшного. Про коррекционные школы я вам расскажу в следующей серии обязательно. Обязательно вам расскажу, какой бывает тип школ, какие будут трудности и как туда попадают вообще. Какие типа есть садов и какая есть возможность избежать или наоборот попасть. Это следующая серия. Получается у нас восьмое правило. Как ни странно, но давайте вашего ребенка спортивные секции. будет то секция общего физического развития, общей спортивной подготовки, ОФП, общей физкультурной подготовки, будет то секция направленная на какой-то дальнейший вид спорта. Возможно, возможно так, что ваш ребенок талантлив в чем-то. это надо смотреть. Даже если вы захотите отдать музыку, отдайте, но смотрите, нужно ли это. Как мы пытались, когда еще не знали, что наш ребенок с проблемой со слухом, пытались отдать русский народный хор. Это было очень забавно, мы думали, что не получается, вроде бы мама поет, все поют, бабушка владела квалатурным сопрано. Не так. И девятое правило. оставайтесь всегда активными. Тем более, в 21 веке дети гиперактивные, дети очень требуют много внимания, благо развлекашек, разновывашек, распознавашек и так далее. Масса. Масса тех возможностей, которые вам предоставляет государство или частная организация по развитию вашего ребенка. До сих пор есть дома, творчество, в которых все секции бесплатные, все кружки бесплатные. Есть секции при любом обществе спортивном. есть изо-студии за небольшие деньги научат рисовать. Есть хоровые студии, где можно хором петь. Что мне вам рассказывают, взрослые люди? Не сидите дома, не сидите за пердушки. Не говорите о том, что он не сможет. Сможет. Потому что вы только можете поставить правильную цель ребенку направить его куда-то. Не потому что вам хочется, но оголтело несмотря на то, что ах мне в детстве хотелось петь, пускай мой ребенок тоже поет. Смотрите на особенности его развития. Конечно, я в этом случае не беру глубокие клинические случаи, когда произошло глубокое поражение головного мозга, когда вынуждены люди ставить стаб-системы в головной мозг изогидроцефального синдрома, когда попадает инфекция, когда из-за врачей, из-за ошибок врачей происходят нелепые просто ситуации порой, и я не беру это в расчет. Я вам просто рассказываю о том, обычный стандартный случай с недомошенным ребенком. Если у вас есть вопросы, задавайте обязательно. Я стараюсь всегда отвечать на все комментарии, конечно, которые адекватные. не баню никого, не говорю идите, я не знаю об этом, я стараюсь найти подход. Поэтому, если у вас есть или оставались вопросы, пожалуйста, пишите. Следующая серия это коррекционное учреждение. я вас люблю, ценю и уважаю. Плохо феробрана плохого не посоветуют. Хорошему не научат, как Михаил скажет. Я сегодня без бровей, но, возможно, что-то видео вам все-таки помогло. Пойду бороться с дождем. Пока.